Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 712, 2 том. Скажите, а ваши родные, по крови, братья и сестры, все верующие? А если нет, то они вхожи в ваш дом? Ответ Игнатия Лапкина. Нас в семье десять детей, пять братьев и пять сестер. Когда я обратился к Богу в 1962 году, 27 сентября в 17 часов, то я сразу же стал писать домой письма с большим количеством выдержек из Писания. Обратились к Богу два брата, Иаким и Павел. Правда, не в одно время. Самуил и Иосиф ничего не приняли. Оба крепко пили. Обратилась к Богу сестра Евдокия, Валентина и Ирина. Две другие сестры, Татьяна и Марфа, ходили в церковь, но сделались отступницами. С ними отношений нет никаких, и они ко мне в дом не вхожи совершенно. Но так как мы молимся в моем доме на улице Никитина, 147, квартира 1, то в субботу и в воскресенье дом превращается в церковь. У меня на квартире жила дочь Татьяны, Настя. К себе в дом даже к дочери. Я Татьяну не пущу, но она пришла в воскресенье, и я ее приглашаю в церковь, практически в свой дом, беседую с ней, как с человеком, тянущимся к Богу. После моления у нас трапеза, и я оставляю ее как странницу. Но вот она оделась, прощается, и за второго этажа спускается по ступеням вниз. Я предупредил ее. Теперь ни на одну ступеньку вверх ты не смеешь подняться, церковь закрыта. Осталась жилая квартира. Вечером перед отъездом во Фрунзе она приходит проститься с дочерью, и это происходит на морозе на улице. Я рассказываю это подробно и вижу, как вы уже осуждаете меня за жестокость. Но я не советуюсь с вами никогда. Когда императора Александра Третьего спросили, почему он не советуется с некоторыми министрами по некоторым вопросам, зачем, ответил он, они знают в этом деле меньше моего, и поэтому их советы будут тянуть только вниз. Не знаю, Господь ли коснулся сердца младшей сестры Марфы, она моложе меня ровно на двадцать лет, день в день, или горе зажало ее, но она написала мне письмо. У меня нет молитвослова и крестика. Я мог бы ответить, сходи и купи в церковь, но я в тот же день срываюсь и несусь к ней в Змеиногорск. Она зовет меня в дом, и муж ее желает принять меня, но все должно быть взаправду, на равных. Я прошу зайти ее в их сарай, где нас не видят ее соседи, передаю ей все просимое, и более того, умоляю вернуться ко Христу, здесь же молюсь о ней и немедленно возвращаюсь домой. Могу рассказать еще о более диком, в кавычках, случае. Моя родная мать Мария Егоровна очень любила меня, потому что я доставлял ей много скорбей. Она приезжала даже в Хабаровский военный госпиталь одна, где меня содержали, как умалишенного, и уродовали меня. Она нашла меня на Балтике, боясь, что я погублю душу с неправославными. В деревне у нас праздники справляли морем разливанным, в кавычках, и мать потеряла над собой контроль. Каждый год я приезжаю домой, ибо отец инвалид войны без руки. Написание говорит, 1 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Но я писал во мне сообщаться с тем, что, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Мать готовит самые любимые мной блины. Я брал их раньше с пылу из русской печи, теперь же не сажусь за стол. Просто нарезаю хлеб, беру воду из колодца, так завтракаю и снова за работу. Я видел, как мать плачет, но поступить иначе не мог. И с тех пор к прежнему, запретному, она уже никогда не прикоснулась. Царство и небесное, труженицы и молитвенницы нашей! Нужно довериться Богу, и вы увидите, как мертвое поле заколосится. Нужно быть твердым, решительным в уповании на Бога. Богу не нужны наши рассуждения и мысли. Исайя, 55 глава, 8 стих. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.